В этом году в стране птичьим гриппом болеют в основном чайки. Именно они являются распространителями болезни, а не дикие утки, как это было раньше. В Татарстане таких случаев не зафиксировано, однако в соседних регионах наблюдается массовая гибель птиц. И чтобы этого не допустить в республике, сейчас проверяются места скопления чаек на свалках и у воды берутся биоматериалы на анализ. Птичий грипп выявлен уже в 28 регионах страны. В 46 случаях разносчик чайки. В соседних с Татарстаном Чуваши и Удмуртии выявлены очаги инфекции. В ряде районов введен карантин. Распространение птичьего гриппа грозит уничтожением 18 миллионов птиц, зарегистрированных в нашей республике. У соседей вот эта птицефабрика Приволжская, наверное, все прекрасно слышали, республика Мариел. Это буквально 10-15 километров от Зинодольска. Сожгли более 600 тысяч птиц яичного направления. Основной причиной заносы это вот дикая птица. Вот это чайки там в морейке регистрировались тоже среди дикой птицы. И слабая биозащищенность самого предприятия. С 10 июля в России действует режим чайка. До 9 августа домашних птиц рекомендовано содержать строго в закрытом помещении. В случае гибели птицы необходимо уведомить ветеринаров. Свиноводческие предприятия и птицеводческие с угрозой высокопоторянного птичьего гриппа, они должны работать в строго закрытом режиме. И участники, кто приобретает, кто реализует птицу, в том числе свинопоголовье, у них, во-первых, должно быть согласование на ввоз. И еще дополнительно согласуется маршрут с территориальным управлением Росфильхознадзора. И обязательно должно быть ветеринарное свидетельство. Для республики особо опасна и африканская чума. В стране зафиксировано уже 38 очагов заболевания. 21 случай среди домашних свиней, 17 у диких кабанов. И опять в сводках распространение инфекции наши соседи, Чуваша и Удмуртия. Тем более, в прошлое воскресенье можно считать, у нас в республике случился чапа. Но это мы считаем чапа, потому что кабан появился около Камского бекона, Тукаевском районе, где имеются 270 тысяч голов свиней. Кабан обнаружен в расстоянии чуть больше одного километра в так называемой буферной зоне. Хотя защитная зона 30 километров. И, как говорят специалисты, если кабан оставил свой след, то инфекцию на предприятии могут занести собою сотрудники. Так, в 2022-м в Татарстане была вспышка африканской чумы свиней. Тогда под убой пошли 18 тысяч голов. Сейчас в промышленном животноводстве более 400 тысяч свиней. Если болезнь настигнет их, то это будут огромные экономические потери. Сейчас ветеринары принимают все меры. Они лабораторно проверяют завозную птицеводческую продукцию, ведут неплановые проверки птицефабрики, личных фермерских хозяйств. Также специалисты не рекомендуют закупать животных и птиц в соседних регионах и с рук. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, ТНВ, Казань.